Добрый день! Зовут меня Елисей Дмитрий, ты на канале Ремесленник. И сегодня поработаем по коже. Как всегда, начинаю свою работу с чертежа или выкройки. Заранее подготовил выкройку. Выкройка выполнена в программе Компас. Шаг. Подстрочный пробойник 5 мм. Ну и в принципе, здесь больше и рассказывать о нечего. Сейчас клею нашу выкройку посередине, обрезаю лишнее, приклеиваю к коже. Кожа у нас будет растительного дубления, толщина 2 мм. Пробиваю отверстие, вырезаю заготовку. Повторяю ее точно такой же с лицевой стороны. Ну и склеиваю и прошиваю. Все предельно просто и ясно. Давай начнем. Так, что у нас получилось? Получилось вот две таких кожаные заготовки, каждая из которых пробита отдельно. Если тебе нужна будет такая выкройка, она будет доступна всем подписчикам на такой платформе как Boosty. Ссылку оставлю в описании. Стоимость подписки 200 рублей в месяц. Оплатить можно через Kiwi кошелек. Там же, на этой платформе, будет доступна выкройка маска кошки. Следующим этапом, что нам необходимо будет сделать, это снять фаску по всему периметру. Вот таким вот образом. Потом покрасить, проклеить и прошить. Фаску будем снимать при помощи торцебила. Если кому на ссылки тоже оставлю в описании. И на пробойник, и на строчный пробойник. Продолжаем работать. Итак, что в итоге получили? Получили вот такую вот проклеенную штуку с двух сторон. Теперь она имеет внешний вид. Обработаны торцы. Зачернил я их. Еще не закатывал. Закатывал. Закатываю. Закатываю. Буду с ликером. Так, и что? И она мне не нравится. Ну, может быть, для кого-то это не критично. Но для меня. Нашел я недостаток. Недостаток в том, что здесь вот сильно узкое место получилось. Я ее хочу увеличить примерно на миллиметров 10. Ширина 25 будет порядка 35 миллиметров. В руке держать неудобно. То есть она не лежит в руке. Из-за того, что вот это месте она тоненькая. Хочу увеличить. В общем, в принципе, остальное все мне устраивает. Возможно, чуть толщину добавить. Хотя сейчас прошьется и будет, я думаю, нормально. Это очень не хотел. В дальнейшем можно будет здесь добавить вставочку. И все будет хорошо. С двух сторон будет уже здесь потолще. Ну, и увеличится здесь. Соответственно, жесткость будет уже больше. И прошьется. Сейчас, значит, делаю беговку по кругу. И прошиваю. А, и закатываю край. Как сделаю, покажу. Так, подведем итоги. Что получилось, что не получилось. Получилось прошить. Вот, ну, еще не до конца. Здесь вот надо запаять хвостик. И это все дело облагородить. Чем недоволен? Недоволен нашлом. Не совсем он ровно и аккуратно получился. В дальнейшем надо будет его утапливать, как на ремнях делают. Прорезают канавку. Канавка резом. И потом уже туда шов укладывается. Будет смотреться более аккуратно. Следующий момент. Как уже говорил, здесь надо будет увеличить толщину. Все равно она недостаточная. И по поводу сердечка. Сердечка надо тоже вокруг него сделать шов аккуратный. Декоративный. Вот. Но его уже не углублять. Вот такие вот минусы. Такие вот сборки нужны как раз для того, чтобы обкатать выкройку. Проверить. Найти ее слабые места. Вот нашел три места. Это первое. Шов здесь надо добавить. По периметру сердечка. Второе. Ручка слабая. Надо пошире ее сделать. Длина устраивает. Ширина устраивает. Ну и третье. Надо сделать канавку. Все это будет смотреться гораздо благороднее и аккуратнее. И тогда уже точно вся попа будет в сердечках. Вот такая вот работа.